С такой погодой сразу появляется какое-то предпраздничное настроение, понимая, что совсем скоро все будут проводить это время с близкими, веселиться и наконец-то снова поверят в чудеса. Но всегда интересно, как проходят праздники где-то там, далеко. И в этом я намереваюсь разобраться в самое ближайшее время. И начну я с Польши, как говорится, друзья. Иногда то, что кажется далеким, на самом деле ближе. Родовые корни семьи Ерофеевых уходят в Польшу на несколько сотен лет. Хотя сами члены семьи родились и выросли в Самаре, как и многие предыдущие поколения. И разве что путешествовали по Польше. Тем не менее, дань традициям в этой семье отдают. Последний человек, который, скажем так, владел польским именем, жил до 1875 года. Поэтому мы все-таки решили восстановить то, что было утеряно практически на 150 лет. Андрей и Марина счастливы в браке уже 11 лет. За это время семья стала больше. На свет появились тройняшки. Но это по-польски. Здесь же, дома, это просто маленькие Даша, Матвей и Марк. Марина работает экскурсоводом и много рассказывает самарцам и гостям города про костел. Андрей трудится врачом-пульмонологом. Зимних праздников в этом доме все ждут с особым трепетом. Ведь самое главное торжество у поляков – это Рождество и подготовка к нему – адвент. Четыре воскресенья перед Рождеством, в каждой из которых они зажигают по одной свече. А в сам праздник зажигают все четыре. Это цвет покаяния, цвет времени поста и времени рождественского поста тоже как ожидание. И, конечно же, поют традиционные рождественские калятки – календы. 24 декабря поляки ничего не едят до первой звезды и затем собираются за столом. На нем в этот день обязательно должны быть 12 блюд по числу апостолов или месяцев в году. Стол перед трапезой также подготавливают. Подкладывают под скатерть сено. Память о том, что младенец Иисуса родился в яслях. Можно приготовить такие традиционные вещи, как пироги с разными начинками, то есть по-русски вареники, голомбки, голубцы из капусты с постной начинкой. Обязательно выпечка будет какая-нибудь, маковец, например, с маковой начинкой. Ну, уже там ближе к самому празднованию, там будут уже разные прянички, разные пироги, торты даже. Ну, то есть уже к Рождеству там уже более праздничная еда. Еще одна традиционная история – это оплатки. Пласт из тонкого теста с отпечатанными на нем образами святых. Это тесто тоже в ваших руках? Да, совершенно верно. То есть… Это как такая тонкая вафелька. Вообще не скажешь. Они преломляются за общим столом, по кусочку раздаются каждому с какими-то пожеланиями. Ну, каждый друг у друга отламывает и желает что-то там. Например, я тебе желаю, чтобы у тебя там было здоровье хорошее. Сразу после вечерней трапезы служба и потом уже неделя рождественских торжеств. А 31 декабря поляки отмечают не менее важный праздник – День Святого Сильвестра. Но главным зимним торжеством все-таки считается Рождество. Мария Левина, Николай Епифанов. События.